Не у всех бюджет позволяет делать дорогие ремонты, но стильный и красивый дом хотят многие. Именно поэтому мы подготовили для вас топ-советов для обустройства вашего жилища. Правило первое. Если у вас небольшой дом или квартира, установите раздвижные двери. Это позволит сэкономить пространство и сделать интерьер более функциональным. Правило два. Экономии пространства можно добиться и за счет внутренних резервов. Приобретите низкую компактную мебель. Она займет совсем немного места, к тому же потолки будут казаться выше. Правило третье. Если у вас есть возможность, увеличьте маленькие оконные проемы. В результате вы получите больше света и пространства, а главное широкие подоконники. Здесь вы можете пить чай или просто читать книги. Правило четыре. Используйте современные технологии в облицовке и экономьте. Хороший пример для этого – сайдинг нового поколения с системой шип-паз. Это простое решение позволяет сэкономить на соединительных профилях, а также свести к нулю расходы на подрезку. Все происходит по принципу пазла. Лучшим материалом для такого вида монтажа будет сайдинг нового поколения. На сегодняшний день это один из самых дешевых и современных видов облицовочного материала. Такие фасадные панели с ярко выраженным рельефом придают экстерьеру рестиктабельный вид, при этом оставаясь доступным отделочным материалом. Правило пять. Грамотная и законная установка газового отопительного оборудования возможна только если все работы производят сертифицированные специалисты. Познакомим вас с некоторыми правилами пожарной безопасности. Их необходимо знать и соблюдать при установке. Во-первых, в помещении должна быть вентиляция. Еще стена, где находится котел, должна быть выполнена из негорючих материалов или обшита листом кровельной стали. А еще вам понадобятся услуги электрика. Для газового отопительного оборудования, имеющего систему автоматики с электропитанием, должна быть предусмотрена отдельная линия с заземляющим контактом. При этом помните, котел нельзя размещать в ограниченном пространстве. Например, в углу, притык к обоим стенам. Правило 6. Для квартир-студии, где очень мало места, для его экономии лучше выбирать встраиваемые духовые шкафы и холодильники. Сектор кухни должен быть компактным. Оптимально духовой шкаф, микроволновую печь и даже кофемашину выбирать из встраиваемых моделей. Также для квартир-студии очень важно зонирование. Это можно сделать с помощью ковров. Определенная зона не фиксируется за конкретным пространством жилища. Ее легко перенести, просто перетащив это текстильное изделие. Чтобы такое зонирование было эффективным, придерживайтесь правил. В идеале всю мебель конкретной зоны разместить на одном коврике. Создавайте новые дизайны и не бойтесь экспериментировать. Продолжение следует...